Около 100 общественных зданий Берлина в связи с экономией электроэнергии отключена ночная подсветка. С его планируется отключить освещение у 150 зданий, но так как оно не объединено в единую городскую систему, техникам приходится работать с каждым объектом вручную. Так подсветка не будет включаться у мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен, Еврейского музея и новой синагоги, но продолжат освещаться флаги у красной ратуши, как того требует протокол. Ожидается, что отключение всей ночной подсветки позволит городу сэкономить 40 тысяч евро в год. Уже на этой неделе Рейн может стать непроходимым для барж в связи с низким уровнем воды. Как заявляют синоптики, нынешнее лето в Европе станет самым жарким за 500 лет. Сейчас в Барейну транспортируется до 80% перевозимых по воде жизненаважных грузов, включая нефть и уголь. По оценке экспертов, перебои в поставках могут привести к снижению на полпроцента общих экономических показателей по итогам года. Постоянная комиссия по вакцинации при Институте вирусологии имени Роберта Коха рекомендуют четвертую вакцинацию против коронавируса всем лицам в возрасте от 60 до 69 лет. Начать ее делать советуют с середины сентября, чтобы добиться оптимальной защиты предстоящей осенью и зимой. К другим темам. В Германии скончался известный российский и немецкий художник Дмитрий Врубель. Он является автором того самого граффити на Берлинской стене, на котором генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев изображен целующимся с председателем Государственного совета ГДР Эрихом Хонекером. Это граффити, также известное под названием «Братский поцелуй», стало одним из символов воссоединения Германии и конца Холодной войны.